Переходим наконец к специализированным сервисам, которые у нас в курсе представлены приложением Atlassian Conference. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В начале курса я говорил, что не знаю, к каким сервисам для создания базы знаний склоняюсь. Специализированным или не специализированным. Но спасибо курсу, теперь знаем. Не специализированные, а точнее те, что посередине. Кода и Notion. Confluence при ближайшем рассмотрении мне понравился чуть меньше, чем при отдаленном. Во-первых, ценовой политикой. Бесплатный тариф с ограничением в 10 человек был бы вполне годным для небольшой организации, если бы не вот эта галочка, точнее ее отсутствие. На бесплатном тарифе вы не можете раздавать права, все имеют доступ ко всему. А следующий тариф с раздачей прав стоит уже 5 долларов за человека. Что при среднем размере организации в 15-20 человек превращается в сумму 100 долларов в месяц. Учитывая, что Notion стоит 4, а кода 10 – это непомерные траты. А говорю, что ни одно приложение я не тестировал на платных тарифах и там могут появляться подводные камни, но вроде не должны. Безусловным плюсом Confluence при этом является низкий порог вхождения. С ним не нужно разбираться вовсе. Сейчас я вам это покажу, так что если у вас организации до 10 человек, и вы им доверяете, Confluence можно рассматривать. В любом случае, посмотрите видео и тогда уже делайте выбор. Уже по традиции я восстановил главную страницу базы. Выглядит она в целом как в Notion и коде. При регистрации вы выбираете себе доменное имя и фактически получаете в пользование домен второго уровня. Разговор про домены здесь уместен, поскольку Confluence – это по сути сайт. У вас есть неограниченное количество рабочих пространств. Создаются они, например, здесь. Особой разницы между пустым пространством и базой знаний я не обнаружил. А вот эта страница является заглавной. Здесь она представлена кнопкой «Обзор». Вот таким образом вы редактируете страницы. Я думаю, с этим проблем у вас не возникнет. Здесь также блочная система и в целом все идентично рассмотренным нами приложением. После редактирования страницу нужно опубликовать. Не буду сейчас создавать заглавную, вот тут она уже создана. Кроме обзора, блога и настроек раздела у вас есть возможность создавать страницы. Страницы здесь – это именно страницы. В отличие, скажем, от документов в Notion. Но здесь вы можете создавать подстраницы и подстраницы под страниц, уходя вглубь не знаю до какого уровня. Ну, то есть, следуя нашему шаблону, мы создаем страницу концепции рубрик, куда выносим общую информацию о разделе и, может быть, активные ссылки. Посмотрим, кстати, как он подрезает форматирование. Но в целом нормально, YouTube только не смог вставить. Блоки вы добавляете вот этим значком, либо слэш с клавиатуры. Блоков здесь, конечно, не так много, как в коде. Кода вообще безусловный лидер по этому параметру. Но в целом все необходимое тут есть. И вот проблема номер два. Таблицы здесь просто таблицы. Это не базы данных. Никаких сложных манипуляций, а значит Confluence – это не упрощенная база данных, а просто набор страниц. Правильно структурированных, легко создаваемых. Ну, то есть, по сути, это сайт, который вы делаете без помощи специалистов. Так что ваша задача здесь – правильно создавать страницы и подстраницы и наладить грамотную перелинковку. Так мы создаем подстраницу от концепции рубрик и либо сюда добавляем все наши запущенные ролики, либо уже здесь создаем подстраницы, то есть страницы третьего уровня от родительской, где каждая страница – это новая концепция. Так, это все надо поудалять. Удаления нет, есть архивация. Ну ладно, пусть будет архивация. А архивации тоже нет на бесплатном тарифе. А вот это уже, честно говоря, не фэн-шуй. Без удаления можно смело это приложение выкидывать на помойку сейчас. А, нет, есть удаление, нормально все. Ну да, на то это было бы слишком по-живодерски. Так что эти страницы можно поудалять. Ну, в общем, таким образом. Кроме того, можно скопировать URL на страницу и добавить его в виде активной ссылки в любое место вашей базы. Нельзя, надо сначала нажать «Редактирование». Только хотел сказать, что это удобно, поскольку левое меню у вас всегда под рукой. Ну, то есть на одной странице Ctrl-C, Ctrl-V они взяли и запутали процесс. Жалко, что меня не берут консультантом по UX UI. Я бы очень помог разработчикам, учитывая количество программ, которые пришлось протестировать. А вот, таким образом вы организуете внутреннюю перелинковку. Тут можно пригласить пользователей. На бесплатном тарифе до 10 человек, напомню. Приглашенному сначала нужно будет зарегистрироваться в Confluence. Пользователи могут оставлять комментарии к отдельным блокам. Также для общения тут предусмотрена вот такая закладка – блок, где вы запускаете какую-то тему, приглашая всех участников вашей организации к ее обсуждению. Ну такой по оформлению живой журнал, ну да, действительно, от чего лес городить. Ну в целом еще раз, приложение годное, если у вас организации до 10 человек и при этом нет времени разбираться с кодой или Notion. О низком пороге вхождения говорит хотя бы тот факт, что я в одном этом скринкасте рассказал по сути обо всем. Мало что осталось за кадром, хотя, конечно, осталось. Например, тут достаточно удобно реализована история правок. Есть возможность откатить правку до любой версии. Ну и еще ряд полезностей, про которые не упомянул, но в двух скринкастах я бы разложил Confluence полностью. Для коды нужно, я думаю, как минимум 15 уроков. Недостаток это или достоинство Confluence решать вам.